Дорогие друзья, здравствуйте! Всех приветствую! Рада вас видеть на втором дне нашего четырехдневного марафона под общей темой «Трансформируем сознание, улучшаем жизнь». Вчера мы с вами разобрали такую тему «Как трансформация сознания поможет улучшить жизнь». Я с вами поделилась своими мыслями, как понять, что происходит трансформация сознания, зачем узнавать о своих прошлых воплощениях и как цифровые мандалы помогают в трансформации сознания. Если вчера не были на марафоне, то можете посмотреть это видео в записи, чтобы ничего важного не пропустить. Было очень много полезной информации. Смотрите. Для тех, кто видит меня сейчас впервые, я для начала представлюсь. Меня зовут Надежда Скорик. Я астролог, нумеролог, автор курсов по нумерологии, которые уже помогли очень многим людям решить их жизненные задачи. И сегодня мы продолжаем наш марафон. Разберем такую очень интересную магическую тему. Какие волшебные средства предлагает нам нумерология? И поговорим вот о чем. Во-первых, зачем современному человеку магия? Как нумерологические амулеты помогают решать ситуации? И какие цифровые мандалы самые востребованные? Ну, давайте сразу к первому вопросу. Зачем современному человеку магия? Вообще, магия меняет ход событий. Это уже для понимания, зачем она нам? Менять ход событий. Если нас что-то не устраивает, мы идем, если простыми человеческими средствами решить не удалось ситуацию, применяем экологичные и магические средства и меняем ход событий. Минимум-максимум, помните, да, картинку в жизни у нас? Есть минимальная, есть максимальная граница, да, что нам дано в этой жизни. И находясь в любой точке между этими границами, можно ситуацию всегда улучшить. И если мы прибегаем для этого к миру чудес, да, к миру магии, а мир чудес это у нас в чем заключается, да, это когда мы живем так, что понимаем важные закономерности и причинно-следственные связи. Вот когда мы это понимаем, тогда в нашей жизни происходит самая настоящая магия. И, конечно, за человеком всегда выбор картины мира, жить в мире чудес и в мире магии, или жить в мире, где все плохо. Призываю вас все-таки переходить в более позитивный мир. И для начала давайте такой вот два закона магии, два важных таких закона магии. Это знать себя, знать мир. Причем вот знание мира, да, это собирай там больше информации обо всем, что тебя окружает, обо всех, кто тебя окружает. Чем больше у тебя информации, тем больше, ну, о чем-то, да, вот много-много информации у тебя есть, тем больше власть ты над этим имеешь. Это вот такой закон знания мира. А есть закон знать себя. То есть закон самопознания. Пока ты не будешь знать досконально себя, пока не изучишь свой внутренний мир, да, до тех пор ты не можешь владеть этой магией. Вот, то есть не сможешь принять ту внешнюю информацию в полном объеме. То есть знание мира ничем тут не поможет, если не знаешь себя. Так вот, сначала знать себя, потом знать мир. И вот внутренний мир, он проецируется и создает внешний мир. То, что внутри, то есть наружи. Вот вам и вся магия, да, простым человеческим языком. Вот вся магия. И когда человек грамотно поработал со своим внутренним миром, для чего нам все инструменты дают сакральные науки, да, вот тогда у его жизни наступает самая настоящая магия. Ну, конечно, тут самое важное, как и вот при изготовлении цифровых мандал, да, и не важно там вообще в каком процессе, то есть вот все при изучении сакральных наук самое важное, это ваша чистота помыслов и намерений. Это главное условие. Без этого все остальное не имеет смысла. То есть если какие-то намерения не очень чистые, намерения, которые затрагивают других людей некорректно, да, то ничего хорошего из этого не будет. Поэтому, пожалуйста, с этим очень аккуратно. Ну и благодаря тому, что сакральные науки нам дают такие мощные средства для работы с собой, для работы с окружающим миром, для улучшения жизни, вот чем раньше человек начнет работать с собой с помощью сакральных наук, в том числе нумерологи, астрологи, да, тем больше у него шансов вообще на успешное решение всех жизненных вопросов и задач, причем во всех сферах абсолютно. И сегодня я вам расскажу о таком эффективном средстве гармонизации реальности. Это волшебные фишки, которые на углубленных курсах нумерологии изучаются. Вот простая экологичная магия, непонятно как, но это работает. И эффект сложно не заметить. Давайте сначала на примере цифровых мандал, нумерологических амулетов, то есть как они вообще, эти нумерологические амулеты, помогают нам решать ситуации. Вот с каким бы вопросом человек не обратился на консультацию, он всегда, даже если вот как-то не может четко сформулировать, чего именно хочет, он все равно, внутреннее понимание он имеет, вот что хочет он разрешить свою ситуацию именно наилучшим образом. Все равно это внутреннее понимание у него есть. А какой наилучший способ решить ситуацию? Как вы вообще, как вы думаете, да? Какой? Вот эффективный, во-первых, да, то есть максимум результата получить при минимуме усилий. Быстрый, то есть срочно решить ситуацию, да, и экологичный, без побочных эффектов. Ну, идеально, конечно, да, как решить ситуацию. Закрыл глаза, загадал желание, и все есть, да, многие об этом мечтают, но почему-то желания не сбываются, да? Много причин, почему не сбываются желания, тоже отдельная большая тема. Ну вот, мандалы дают нам такую возможность реализации наших намерений, ну а желания, если их грамотно перевести и выстроить, это будут уже намерения. И вот, когда мы закладываем намерения в цифровую мандалу, это получается такой мощный эффект, который просто я вам очень рекомендую в своей жизни испытать. Ну, дай бог, конечно, чтобы у вас не было таких ситуаций негативных, да, где там мандалы применяются такие больше от негатива, да, пусть там такие позитивные, увидите потом перечень, да, вы поймете, о чем я говорю. Пусть, да, позитива будет больше, но и когда требуется защита, тоже мандалы сработают. Поэтому всем этот инструмент всегда рекомендую на консультациях, вот с вами сейчас делюсь. То есть это настолько мощный инструмент, насколько он просто в изготовлении, вот парадокс, да, то есть очень просто все делается, ну, конечно, там нужно изучить, вникнуть, но делается очень просто, когда уже понимаешь, как, это прям вот, ну, раз, два, три, четыре сделали, да, вот, вот, но мощь это просто что-то нереальное. То есть направляется поток энергии в играх точно в цель, вот какая у человека сейчас проблемная сфера есть в жизни, вот четко туда цифровая мандала направляет поток энергии, и вот как действует цифровая мандала, то есть она магически подталкивает решение конкретной там ситуации, задачи. В целом, то есть благодаря действию мандалы создается благоприятное условие, благоприятный такой вот стечение обстоятельств, да, для решения ваших задач. Ну, много у меня чудесных историй на тему того, как помогли мандалы. Ну, давайте возьмем историю Натальи, например, да, то есть у нее случился сильный конфликт, конфликт с мужем, из-за того, что родственники со стороны мужа неправильно поняли там определенный ее поступок и настроили против нее мужа. Она говорит, что такого в нашей семье раньше вообще никогда не было. Говорит, расстроилась очень и даже не сообразила что-то из своего волшебного арсенала попробовать. Вот, а как раз она обучалась на курсе по мандалам и вспомнила, да, что... Ну, вспомнила о мандалах, когда уже ситуация до абсурда дошла просто с этим конфликтом неожиданным. Вот, она сделала сразу три мандалы, потому что уже когда ситуация выходит из-под контроля, нужна такая тяжелая артиллерия. Она сделала мандалы на семейные узы, на вскрытие правды и на остановку ситуации. Дальше вы увидите, что это за мандалы, да, ну вот пока на примере. Еще для мужа сделала тоже на семейные узы, положила ему в бардачок машины, потому что он за рулем очень много времени проводит. Вот, и как она потом делилась, да, не знаю, совпадение, это случайность или как это еще назвать, но в результате через три дня о конфликте все забыли, как будто его не было. И отношения восстановились, ей даже не пришлось никому ничего объяснять. Вот, понимаете, да, то есть реально волшебное средство. Если вас в жизни очень часто преследуют какие-то странные ситуации, такие конфликты странненькие, да, на работе или дома, неважно где это, в окружении, в любом. То есть, ну, где есть второй человек, всегда потенциальная возможность конфликта есть, да. И вот если вас такое преследует, такое в жизни у вас часто случается, пожалуйста, вот волшебный инструмент, волшебное средство для решения ваших ситуаций. По крайней мере, пробовать надо, да, и вот оценивать, как это влияет. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, да, к этому потоку и решайте свои ситуации. Ну, смотрите, да, давайте самые-самые востребованные мандалы с вами рассмотрим. Какие вообще есть? Их восемь всего. Те, кто уже подписался на рассылку, получил в подарок одну мандалу защитную. Максимально, насколько это возможно, вот в таком открытом формате подарка, там вся информация есть, как изготовить мандалы. Вы сможете сориентироваться примерно, как действуют остальные мандалы. Ну, то есть, ну, внимательно, да, подпишитесь, посмотрите, что за подарок. Вот, и я уверена, что вы захотите все остальные семь мандал получить тоже в свое распоряжение. По крайней мере, дай бог, чтобы не пригодились, да, но если потребуется, то всегда они у вас будут под рукой. И смотрите, первая мандала, да, это защитная. Получить покровительство, защиту, избавиться от ощущения беззащитности, страха, тревоги. То есть, из вашей жизни постепенно вот этот негатив, который притягивает ситуации, где требуется защита, он будет исчезать. То есть, убираем негатив, да, и, собственно, не от чего защищаться больше. Но это такая работа достаточно, может быть, в некоторых ситуациях продолжительная. То есть, мы с мандалой работаем до результата. Очень часто спрашивают, а как быстро будет эффект, или там, как надолго сохранится эффект. Это зависит от вашей конкретной ситуации. То есть, здесь нужно следить по обстоятельствам жизни. То есть, то, что они работают и работают мощно, это гарантия. А то, как уже в вашей жизни, насколько эти ситуации глубоко въелись, да, насколько это укоренившаяся проблема, это уже вот будет видно. То есть, вы примените мандалу и посмотрите по обстоятельствам жизни. Может быть, там уже нужно подгонять более тяжелую артиллерию, да. Но пока вот начать с цифровых мандал и как вариант решить все свои задачи актуальные. Дальше, давайте, защитная такая, конечно, ну, увидите все в подарке. Давайте про другие мандалы поговорим. Денежный поток. Мандала «Денежный поток» помогает устранить проблемы с деньгами и открыть денежный поток. То есть, постепенно у человека улучшаются финансовые дела. Что может быть, как это может проявляться. Деньги могут поступить из неожиданных источников. Или деятельность, которая есть уже, да, может начать приносить больше дохода. Или же человек увидит какие-то новые возможности для заработка. То есть, откроется, ну, вот как опять же, трансформируется сознание, да, и откроется новое видение. Ну, пример применения денежной мандалы. Приведу вам ситуацию Антона. Вообще, ну, у Антона в жизни все хорошо. Он говорит, я мандалу активировала ради любопытства. Ну, тоже так бывает, да. Мандалу, ну, как он ее называет, на притягивание денег, да. Говорит, денег мне достаточно, не нуждаюсь ни в чем. Особо там себе не отказываю. Но был приятно удивлен, когда выплатили годовую премию на две недели раньше положенного срока. Вот, пожалуйста, как работает мандала. То есть, в случае, когда все и так чудесно у человека, да, он применяет, становится еще чудесней. Вот такое чудо. Вот, и мандала есть такая завершение дела, доделывание дела до конца. Помогает легко доводить до результата текущие дела, завершать какие-то важные дела, да. И вот, когда дела не доведены до результата, такая черная дыра накапливается, да, из этих незавершенных дел. Вот туда безвозвратно утекает ваша энергия. То есть, это состояние, когда ничего не хочется делать, пассивности, усталости, вот, из-за незавершенных именно дел, вот, поможет справиться с этим цифровая мандала завершения дела. Вы в результате всегда будете энергичны, будете готовы действовать, потому что вот от этих множества незавершенных дел, куда ваша энергия утекала, вы просто избавитесь. Ну, постепенно, конечно, да. У кого-то это очень быстро произойдет, у кого-то это потребует такой работы продолжительной. Но в любом случае делать что-то нужное, и мандалы нам дают все возможности. Есть мандала «Остановка любой ситуации». Это такая мандала, которая позволяет вам остановить неблагоприятную ситуацию. Например, тоже какой-то странный конфликт, там дома, на работе, в окружении. Вы всегда будете уверены с этой мандалой, что любой конфликт можно будет погасить. Это тоже такая уверенность, она дорогого стоит. Есть мандала «Заморозить любой процесс против вас», то есть позволяет она затормозить какой-то несправедливый в отношении вас возникший процесс, именно затормозить его во времени, чтобы появилось у вас дополнительное время для совершения справедливости. И вы благодаря этой мандале всегда сможете обрести веру в то, что любую ситуацию можно разрешить справедливо, особенно если ваши права нарушены, да, то есть это такую дополнительную поддержку дает. Вот такая мандала «Заморозит любой процесс против вас». Есть мандала еще тоже очень-очень полезная в некоторых жизненных ситуациях, выявляет скрытую информацию и раскрывает всю правду. Позволяет она прекратить сплетни, ложь, пересуды. Восстановить справедливость, естественно, да, то есть когда у нас все это в жизни проявляется, все эти сплетни, ложь и пересуды, нарушается часто справедливость в отношении вас. То есть, да, мы восстанавливаем благодаря этой мандале, и вы в итоге можете быть уверены, что ваша репутация всегда надежно будет защищена. Это, ну вот сами даже представьте по своей жизни, да, сколько раз вы страдали от того, что где-то кто-то что-то сказал, и вам потом это олкнулось. Ну, а это все неправда, да, то есть про вас говорят, это неправда, такого не было, и как потом отразилось это на вашей жизни. Ну вот представьте, что можно эти ситуации из жизни постепенно убрать. А у кого-то, да, в случае, в чьем-то случае это будет прямо резко, да, то есть человек прям резко почувствует, что реально все изменилось в жизни. Нет больше таких ситуаций, да. Вот такие чудеса творят цифровые мандалы. Ну, есть еще цифровая мандала для успешной учебы и улучшения памяти. Она тоже условия создает именно для обучения, благодаря тому, что укрепляет память, развивает интеллект и способность учиться, то есть способствует вот этим, да, качествам, способствует этим процессам. И в результате вы и ваши дети можете достичь нового уровня способности выдерживать умственные нагрузки. Здесь так не работает, что человек, ну, ребенок там, да, или взрослый человек, ну, что-то ему нужно сделать, там, выучить. Он домой пришел, сделал мандалу, забросил все свои учебники, там, тетрадки и ничего не делает. Так не работает. То есть мандала, она именно подталкивает тогда, когда вы сами что-то делаете. Вот именно в данном случае, да, то есть вы сами учитесь, но вам становится легче. Или там вы познаете что-то новое, и вам становится легче при этом. Вот так работает эта цифровая мандала. Ну и самая такая прекрасная, чудесная мандала, да, позитивная. Связи, узы, любовь. Позволяет она наладить деловые контакты, укрепить дружеские связи, создать любовные отношения. То есть это, ну, здесь, видите, не только мужчина и женщина отношения, да, именно и деловые контакты, дружеские связи. То есть широкий такой спектр действий этой мандалы. Вот. Что касается семьи, помогает она добавить красоты и страсти в застоявшиеся отношения. То есть такой вот широкий перечень, действительно, да, для чего ее можно применять. Ну и смотрите, она позволяет вам создать гармоничные счастливые отношения. По крайней мере, повышает шансы на это. Конечно, здесь очень многое, что зависит от вас. Если сами ничего не будете делать, то никакая мандала не поможет. Вместе с тем мандала позволяет ваши действия подтолкнуть, усилить, дать им правильное, ну, такой импульс задает, да, в правильном направлении вас отправляет эта мандала. Так что вот, вот все восемь мандал, рассказала вам о них. Дорогие друзья, выбирайте вот то, что нужно вам именно сейчас. Смотрите по своей жизни, насколько вам актуально, да. И вот представьте, что у вас, когда такой мощный инструмент есть в распоряжении, пусть он там не преувождается, лежит под рукой, да. Но вы, когда это знаете, да, вы просто можете быть уверены, спокойны, что и в делах, в финансах, в отношениях вы будете успешны, счастливы. Вот даже от одного осознания того, что это можно все решить, да, у вас радость каждому дню появится. Вот, поэтому обратите внимание на этот инструмент. Рекомендую вам его из опыта своего, да, и сама я применяла, и клиенты мои очень довольны этим инструментом. Поэтому, особенно если первый раз о нем слышите, вот прям очень-очень рекомендую. Вот что касается волшебных средств нумерологии, да, тема наша сегодняшняя. Вот такие вот волшебные средства нам предлагает нумерология. И сама по себе это мощная наука сакральная, да, и плюс еще сакральная геометрия. Вот у нас такая получилась цифровая мандала, которая очень-очень мощно позволяет скорректировать жизненные явления. Ну, так, дорогие друзья, давайте будем с вами завершать эфир. Второй день у нас завершается, а завтра у нас будет с вами третий день марафона. И будет новая интересная тема, почему наша жизнь это отражение сознания. Вопросы мы с вами такие обсудим. Карма и жизнь. Какое кино смотрите вы? Расскажу вам вообще вот о такой теме, да, как говорить, чтобы жить лучше. То есть, какие рекомендации существуют. Как вообще начать говорить, чтобы жизнь улучшилась. И узнаете, как увидеть на экране своей жизни другое кино. Это очень-очень интересно. Ну, и в целом, да, то есть вы поймете, как улучшить свою жизнь. Сделать ее максимально не похожей на то, что прописано в карме. Потому что в карме у нас прописано очень много негатива. И вот как уйти от него, да, как все это преодолеть, вы это узнаете. Ну, если по сегодняшнему материалу у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Под этим видео, не в чате, под видео. И добавляйтесь в наш общий чат. Тоже там можете писать вопросы. Вот, а на сегодня, дорогие друзья, это у нас с вами все. Приходите завтра. Буду вас рада видеть.